Здравствуйте дорогие друзья, подписчики канала Человек Лев и других интернет ресурсов, рассказывающие о парках Олега Зубкова. Сегодня я хотел бы записать очень необычное интервью, вернее видеообращение, но которое очень важное, очень важное для наших парков и для здоровья наших животных. Посмотрите, пожалуйста, на вот эту поляну. Это улов, сегодняшний улов наших контролеров на входе в парк. Это капуста. Конечно, с одной стороны мы знаем его как очень полезный, ценный овощ, который любят зайчики и все остальные животные. Но, к большому сожалению, как показывает практика, от большого количества капусты, от переедания капусты, страдают все животные, те, кто ее поедает. Начиная от мелких кроликов, их пучит, извините, вот козы, кенгуру. Ну и представьте, что происходит в животе, в нескольких желудках у жирафа, да, или у всех жвачных животных. Мы потеряли несколько животных за историю парка. К сожалению, из-за капусты начинается диарея и дальше животное не всегда получается спасти. Поэтому запрет на кормление капусты, к сожалению, продиктован объективной необходимостью сохранением экспозиции наших животных. Сперва и в начале мы запрещаем сейчас нести капусту, потому что, посмотрите, вот это все съели бы сегодня животные парка вне рациона. Вот, это только капуста. Представьте, как было бы нелегко животным. Но, к сожалению, я сразу хочу предупредить, что при сегодняшней популярности парка Львов-Тайга, мы все чаще задумываемся о том, чтобы запретить посетителям вообще приносить с собой еду из дома. Почему? Ну вот, например, вы видите, несут щавель, да, щавель, петрушку несут. И вот здесь, вот здесь в данном случае резинка, но зачастую это бывает нитка. К сожалению, от нитки, казалось бы, безобидная нитка, но от нее тоже погибают животные. Нитка не переваривается пищевыми соками животных, накапливается в желудках, образуя такие комья, сгустки, которым прибавляются другие уже волокна, нитки. И, к сожалению, когда попадает вот этот ком, ворочается, животные могут жить даже несколько лет, но потом попадает в тонкий кишечник, закупоривает его, и, к сожалению, животное погибает. Поэтому люди не инструктированы, и всех инструктировать невозможно. Да, на территории парка продаются корма, но продаются так, как их нужно подавать уже без веревок. И у нас заключена договора на поставку той же петрушки, именно без веревок, без синтетических всяких ниток, которые могут быть. Ну, также яблоки, бананы, апельсины. Все это есть, капусту мы давно, уже много-много лет не продаем и не даем в таком количестве животным, потому что мы имеем, как я уже сказал, плохой опыт. Поэтому все, кто любит животных тайгана, все наши сторонники, кто собирается в парк тайган, пожалуйста, имейте в виду, что у вас на входе как минимум отнимут капусту. Вы ее сдадите, и она пойдет там на ферму, куда-то там коровам, свиньям, но не пойдет в таком количестве нашим животным. Это очень вредно для их здоровья. Вспучиваются животы, все происходит, заводит кишок, и животное, к сожалению, погибает. Вот это улов сегодня, только 19 июня. Посмотрите, то, что контролеры смогли попросить посетителей оставить на входе. К сожалению, не все посетители, ответственно, к этому относятся. Многие в рюкзаках, в сумках проносят все-таки капусту и продолжают совать ее жирафу, другим копытным животным, кенгуру. Вот, и все-таки нам приходится за этим наблюдать, смотреть и так далее. Поэтому вот такой запрет, к сожалению, продиктован временем. Все больше становится посетителей. Вы знаете, что в наших парках, да, действительно разрешено кормить животных. Но, к сожалению, сегодня ненормативное обращение с кормами, перебор вот таких вот кормов приводит к тому, что животные очень тяжело это все стали переживать. Поэтому вот первый запрет касается капусты, но скоро в путеводителях будет написано, в новой партии путеводителей, что со своими кормами неизвестного происхождения. Понимаете? Потому что несут немытую морковку, несут с веревками пучки зелени, несут огромное количество капусты, поскольку она там самая как бы доступная, дешевая, и ее несут буквально сотнями килограмм. Вот, поэтому, к сожалению, мы будем думать и со следующего сезона, очевидно, если в этом еще выстоим, мы готовимся к полному запрету вноса любых продуктов на территорию парка Тайган, в том числе и мясных продуктов, потому что, ну, потому что есть с этим тоже у нас проблемы нехорошие. Вот, поэтому прошу понять правильно это видео, перепостить тем, кто собирается в Тайган, вот, и учитывать это при поездке в Тайган. Спасибо всем за внимание и за понимание.